Продолжение следует... Он профессионал. Это фанат нашей специальности, фанат нашего дела. Его имя знают практически все связисты России, не только России. Александр Петрович удивительный человек. Послужной список. Начальник Института Гипросвязь. Заместитель Министра связи России. Генеральный директор ОАО «Гипросвязь». Первый заместитель генерального директора ОАО «Система Телеком». Член Совета директоров компаний МГТС, Комстар, Телмос, МТС. Председатель Совета директоров МТС. Генеральный директор компании «Интеллект Телеком». Председатель Совета директоров ОАО «МТТ». Это человек с многими гранями и очень порядочный. Александр Петрович – человек дела. Мы имеем уникального человека, который, собственно, создавал историю. Историю, новый облик, если связи. Он очень открытый, очень прямой. Если что-то не так, как надо, он скажет лицо. Очень коммуникабельный товарищ. Прошел курс обучения в Институте повышения квалификации Академии народного хозяйства по программе «Управление экономикой». Кандидат экономических наук. Академик Международной академии связи. У него есть все – и головая хватка, ясный ум, понимание окружающего мира. Он очень такой позитивный человек вообще в целом. Александр Петрович – отличный спортсмен, очень хороший товарищ, друг. Что украшает мужика – это сказал – сделал. Не могу – значит, я не даю обещания. Редкое по ночным временам качество. Награжден медалью за трудовую доблесть. Мастер связи. Умеет все делать, умеет все, но только не готовит. И он остается авторитетом, неоспоримым для меня. На каждого человека его детство накладывает самый серьезный отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Я не могу пожаловаться на свое детство, оно у меня было хорошее, как мне представляется. Но оно разбито на два этапа – такой казахстанский и московско-подмосковный. Своим знакомством родители Александра обязаны Ставыпинской реформе, когда дед Василий Карпович с семьей переехал осваивать Северный Казахстан. В 21-м году там родился отец, 13-й ребенок в семье. А потом мама туда приехала в 48-м году, после окончания был первый послевоенный выпуск первого медицинского института. Поехал в этот район, там нашла свою судьбу, своего супруга, там родились мы с братом. Это небольшой такой поселочек, семисбуга. Затем переезд в Подмосковье, в Загорск, как был переименован тогда старинный Сергеев Посад, к деду по материнской линии. Вообще-то дед, признанный глава большой дружной семьи, жил в Москве на Шаборке. Но поскольку он работал на строительстве здешнего завода, власти выделили ему этот участок. Мы сейчас находимся около родительского дома. Когда-то этот участок принадлежал нашему дедушке Ивану Яковлевичу, маминому, папе. А потом вот здесь обосновалась семья моих родителей с детьми. И, собственно, вот так мы здесь и жили. Мама с папой и двое детей. В этом доме сколько мы уже? 50 с лишним лет, наверное, да? Ну, 50. 50 с лишним. Сами стали родителями. Потом... Да. Не даме. По два внука. А тут практически ничего не изменилось. Ну, наверное, обои изменились. Обои менялись, потолок менялся. А так, в принципе... Что-то менялось. А дверь? Дверь, по-моему, извинилась. Дверь, да? Нож. Нож в какую дверь мы бросали? Когда родителей не было? В разные бросали. Какой-то, по-моему, рассказывали. Нет, и в ту бросали. В ту бросали, по-моему. Попадал туда и бросали. Кстати, бросали что-то не думали. Ножи подумали, как след не останется. А когда закончили эту процедуру, увидели, что дверь вся... Дверь измолосили. ...стыкана ножами. Начали, так сказать, замазывать, замазывать, замазывать. Ну, чтобы родители не увидели. Ну, а как этим не заниматься? Вот у нас на улице было здесь столько друзей, одноклассников, параллельных учились. Все время собирались, к нам сюда приходили. Мы здесь устраивали баталии двое-надвое, борьба. Вот можешь себе представить, вот в этой комнате четверо борются одновременно. Боксировали. Но перед приходом родителей за 15 минут все прекращалось. Да. А родители же тогда на электричке приезжали, поэтому все было по расписанию. Вот смотрим, 15 минут осталось. Все, наводили идеальный порядок, сидели, учили домашние задания. Вся семья собиралась, приезжали дедушки с бабушкой. Три дочери с зятьями и со своими детьми. И собирался всегда большой стол. Школа – это тоже родные стены. Школа, с которой Александру повезло. Здесь не только проходили программу, здесь учили познавать мир. Здесь по-настоящему воспитывали и готовили к другой, взрослой жизни. Вообще, вроде такой поселок небольшой, а школа трехэтажная. И была загружена полностью. И вот, может быть, самое такое приятное в этой загрузке, она была загружена педагогами, которые очень творчески, очень интересно подходили к ученикам. Приятно было сюда и ходить, и интересно. В первых классах, вы знаете, в общем-то, он был, как сказать, заметным мальчиком. Он тогда был заметным, потому что он выделялся внешне. Он был высокий, такой черный, такой, ну, в общем, привлекательный мальчик. У меня-то всегда, вот именно об этом выпуске, очень такие хорошие с ними связаны события. Еще важно то, что такие выпускники, как Александр Петрович, не забывают то место, в котором они, в общем-то, получили какой-то, вот, наверное, толчок к тому, кем стать в будущем. По разным предметам здесь были факультативы. Факультатив химии был один из самых интересных. Мы, например, получали бензин, там, не знаю, легроин, керосин, ацперит, вот эти фракции нефти. Я их вот помню еще всех школьных, занимались перегонкой нефти. Были книги, была библиотека, очередь за какими-то книгами, там, знаешь, Ульвер, Филимора Купера, там, не знаю, Джека Лондона. Это все перечитывалось и перечитывалось и перечитывалось. Раз в неделю мы ходили, это, ну, такая общая секция была, спортивная. Но я знала, что он еще ходит на какие-то секции уже отдельно. Когда мы были маленькие, играли вот это, вышибалы какие-то, вот эти игры были. Уж потом нас к мячам подводили. Здесь играл за школу, ну, немножко похвастаюсь, чуть-чуть можно. Значит, я был в восьмом классе, меня ставили уже с десятиклассниками играть за сборную. Из других увлечений – туризм, баян и, конечно, учеба. Получать плохие оценки здесь тогда было не принято. А еще непременная работа на земле и по дому. Вот дом – это был на нас братом. Родители приходили с работы, значит, в доме должен быть порядок, печка должна копиться, дрова должны лежать и в уголочке. И все это совмещалось вот с теми радостями детства, игр, забав, которые мы для себя устраивали. Здесь была масса этой возможности. Это игра с мячом, это походы в лес, это игра в индейцев и так далее. Поэтому вот это вот детство, вот этот дом, это связано вот с этим ростом, вот с познанием этого мира. Тогда же невозможно было предугадать, когда мы учились тогда, что из кого выйдет. Если как он тогда подавал таким, в принципе, надежды, я думаю, сейчас это ясно, что он состоялся. По семейной традиции и желанию мамы, братья должны были стать медиками. Но не сложилось. И Юрий, и Александр, хотя и любили основу медицины, химию, стали, что называется, технарями. У него, как у всех мальчишек, после окончания школы, прям в 10 лет, или там в 9 классе, что я буду писателем, поэтом, связистом, космонавтом, вряд ли, наверное, была четкая такая осознанная линия. Но я уверен, то, что получить высшее образование, у него эта задача стояла, чтобы профессия полученная была востребована, он тоже об этом думал. А связь, связь, ну, наверное, он посчитал, что будущее. Должно быть, выбрать профессию помогло радиолюбительство, всеобщее увлечение мальчишек тех лет. Интересовались им практически все друзья, кто больше, кто меньше. Был такой журнал «Юный техник». Мы его выписывали, и там время от времени публиковали интересные схемы, которые мы потом стремились собрать, чтобы они работали. Знаете, что осталось? Вот чудом сохранилась вот эта коробка. Вот у радиолюбителя, практически у каждого, была такая коробочка. Вот здесь припой, вот сюда надо было паяльником, чтобы набрать олов. А вот здесь всякое, вот это вот такой большой переменный резистор, вот он остался. А вот это вот микротрансформатор, который размещался в этом маленьком транзисторном приемнике. Вот он один как-то чудом уцелел в этой коробочке. Иногда даже думаешь, батеньки, сколько же вместилось вот в эти школьные годы? Очень много. Каждый год был очень глубоким, насыщенным. Ну уж я не говорю, там 9-10 классы, там и серьезные, и спортом занимались серьезно, и учились серьезно. А потом шли, вот атаковали эти московские вузы, о которых и мечтали, и хотели, и готовились. Как только в институт поступил, все, началась новая страница взрослой жизни. В 1971-м Александр Вронец становится студентом Московского электротехнического института связи, легендарного МЭИС. Он выбирает факультет многоканальной электросвязи. Очень серьезный, хороший факультет, и Александр Петрович правильно сделал, что в свое время выбрал именно это направление. Это магистраль, это радиореление, это кабельное, это спутниковые каналы. Все это тогда сильно росло, активно росло, активно развивалось. И, конечно, хотелось приобщиться и быть участником именно вот в этом направлении. Естественно, что получив здесь определенные знания, он смог их реализовать в своей деятельности, производственной и административной. Я помню, когда мы еще были абитуриентами, конечно, подходя к этому зданию, вот здесь было написано Московский электротехнический институт связи, МЭИС. И вот это ты как бы входил в сообщество, в московское студенчество, потому что это был МЭИС. Это был один из вузов, таких популярных московских вузов. Говорит Москва. Московское время 8 часов. Из Сергиева Посада два часа дороги на электричке в одну сторону. Время потерянным не считалось, оно уходило на чтение толстых журналов. Тогда это главный источник настроений, идей и тем для разговоров. А дальше напряженная учеба и непременная в те времена общественная работа. И так до позднего вечера. Незаурядные, наверное, организаторские способности его отличали. Он у нас был, насколько я помню, неформальным, как сейчас говорят, лидером. За ним народ шел, тянулся. Мы делали какие-то газеты, мы там ездили на какие-то учебы. А учеба это тоже, это сбор молодых людей. Ну, слушайте, в 19-20 лет приезжает там несколько десятков человек. Что они будут историю партии изучать, что ли? Нет, это все время были вот какие-то молодежные, такие хорошие компании. В этом зале жили, не знаю, работали, приходили сюда, слушали, учились. Вот поколение-поколение студентов. И я думаю, многие помнят этот зал. Здесь было все. И работа, и развлечение, и увлечение. Все здесь было. КВНы здесь были. Вообще вот в те времена КВНы... А начинали как раз... Между факультетами были, вот эта борьба между факультетами, были руководители болельщиков. Все по-серьезному тогда было. Один человек ходил по рядам и размакивал, когда там кричать, когда не кричать. Все это было реально. Да, вот это место тоже наполнено воспоминаниями, безусловно. Это то, что как выяснилось и теперь называют филодром, или как расшифровывается, филоны дремлют. Студенты между лекциями или в свободные пары. Здесь был буфет, здесь был геоск библиотечной, книжки продавали. В общем, здесь можно было провести время. Но в свободное совсем время вечером здесь устраивались танцы. После каждого курса обязательное лето в стройотрядах. Прежде всего, это работа на строительстве объектов связи. Но трудились не только по профилю. Большой проект – остекление полусотни гектар теплиц в совхозе Московский. Так что в снабжении Москвы длинными огурцами есть и заслуга студентов-связистов. После четвертого курса Александр Вронец становится командиром стройотрядов в Калининской области. В городе Конаково сначала строили, соединяли новое ТС с узлом. А потом переехали в сам Калинин, работали там, занимались строительными работами. Вот такой был действительно период. Хороший, как мне кажется, счастливый, непростой, трудный. Я заканчивала экономический факультет, а он технический. Но мы вместе работали на картошке в стройотрядах. И это были первые наши студенческие знакомства, когда мы просто дружили, как молодые люди. Когда в сентябре приезжаешь в институт, собираются все. И вот это вот перед институтом большая площадка заполнена студентами, в зеленых этих стройотрядовских куртках, разговоры, кто где был. Потом это все заканчивалось, куда-то шли, там, может быть, выпить по кружке пива. Может быть, и не по кружке, но раз получалось. И она вот такая вокруг тебя. Молодежь, друзья, это здорово. Вот так пролетели просто, просто пролетели пять лет. В 1976-м Александр Вронец заканчивает МЭИС. Здесь, в этом зале, из студента-дипломника он становится дипломированным инженером. Студент попадал сюда в конце, уже защитив диплом. И именно в этот день, в этот час, на этой встрече, ректор обращался к студентам, коллеге. И все этого ждали. И в первую очередь заходили сейчас студенты, которые имели высшие баллы. Это распределение, да-да-да, правильно. Вот он был среди них, поэтому, когда он сейчас заходил, он заходил, один из первых, у него был выбор. И выходил отсюда с поднятой, высоко поднятой головой. Александр Вронец направлен инженером в институт гипроссвязь, чему тогда нисколько не обрадовался. Гипроссвязь, проектировщик на рукавнике, это как бы все это рутина. Мы же тут должны что-то другое, большое что-то сделать. У меня быстро привлекнула мысль, ну, три года пролетят незаметно, раз такова судьба, и я говорю, гипроссвязь. Он пришел молодым специалистом ко мне, да, в отдел линейных сооружений. И надо сказать, что сразу он очень активно включился в работу. Так начинающий инженер Вронец оказался в большом и дружном коллективе, который ему предстоит в свое время возглавить и привести через бурь и шторм и становление рыночной экономики. Гипроссвязь для меня это, в общем, такая была действительно, я не знаю, компания, организация такая, материнская компания, которая так вобрала в себя, и я в ней так и остался. Вот были ребята, которые через там вот эти положенные три года уходили. Но те, кто, вот как я говорю, оставались после трех лет, там до пяти, оставались там навсегда. Все, что было связано в Советском Союзе, все, что было связано в Российской Федерации с развитием средств связи, новых технологий, все начиналось в гипроссвязи. Гипроссвязь в те годы ведущая проектной организации отрасли. Здесь проектировали практически всю линейную, станционную и магистральную связь в Советском Союзе, правительственную и военную связь. Штаб-квартира в Москве, филиалы, Ленинград, Украина, Белоруссия, Грузия, Сибирь, Куйбышев, многотысячный коллектив, стратегические проекты в стране и за рубежом. Вот представьте, 76-й год уже активно шло, шло проектирование Олимпиады. Оно уже там, уже был старт, уже через год, через два, это вообще уже было просто вот выдача документации под горячее строительство. Это шло проектирование на Кубе, активно, во Вьетнаме, там, я не знаю, позже в Камбодже. Это вообще очень интересно было. И внутри-то, вот в России, в Советском Союзе, Республике, я, собственно, и в Белоруссии, Украина, Казахстан, я потом поехал уже, будучи как бы проектировщиком по этим местам. Он быстро пошел, потому что, ну, вот, благодаря, видимо, своим качествам, во-первых, ум, сообразительность, организаторские способности, такая дисциплина, все это делало его таким человеком, который должен был занять руководящие посты, и он их постепенно там и занимал. Александр Петрович у нас командовал комсомолом, был очень такой, ну, он и сейчас выглядит хорошо, а тогда высокий, стройный, такой молодой, красивый мужчина. У нас были прекрасные молодежные зимние вечера, новогодние, они славились на всю Москву в связистском сообществе. Саша был как раз одним из устроителей, вот, генераторов всех этих идей. Уже через пять лет молодой инженер становится начальником отдела. Руководитель в то время, Гобец, он умел разбираться в людях, он видел, что когда человек хочет, умеет, и к чему-то стремится, к новому, он их выделял. Вот он действительно это учитель, вот это, это такой седовласый, спокойный, это мужественный человек, прошедший войну в свое время, как он говорил, в гимнастерке сидел за студенческой скамьей, выучился и очень активно работал. Так из инженера-связиста Александр Вронец впервые становится организатором производства. В подчинении больше ста человек. Вскоре отстающий отдел под его руководством становится одним из передовых. С 1987-го Александр Вронец – заместитель начальника института по производству. И с этой задачей он справился. В 1990-м Петр Гобец направляет заместителя повышать квалификацию в Академию народного хозяйства. Эти знания в рамках курса «Управление экономикой» пригодятся уже через год, когда Александр Вронец будет назначен руководителем гипросвязи. Просто он корифей проектирования. Он знает проектирование просто как, я не знаю, как свои пальцы. Просто любой вопрос проектирования. Он на сегодняшний день может проектировать, может выдавать задания на проектирование и может контролировать проектирование. Просто несколько минут разговора и становятся предельно ясны все вопросы. Он прирожденный руководитель, тем более он и вырос в этом коллективе. И те люди, многие сейчас работают, которые очень уважительно к нему относятся. На капитанском мостике института, а фактически, как бы сказали теперь, целого холдинга, Александр Вронец стал в 91-м. Через полгода вместе со страной развалится и плановая экономика с гарантированным бюджетом. Это было самое трудное время. Почему? Потому что в это время фактически были потеряны государственные заказы, а частный бизнес не мог давать заказы, потому что он сам еще был очень слабый. Коллектив огромный был в Москве по тысяче человек. Конечно, управлять таким коллективом и обеспечить его работой, зарплатой людей была достаточно сложная работа. И вот в этом, наверное, тоже проявился талант Александра Петровича как грамотного руководителя. Но с его приходом, медленно, когда мы прошли уже середины 90-х годов, все это стало возрождаться. Жили не так плохо в начале 90-х годов, за счет того, что, в общем-то, народ-то пришел молодой к руководству. А то сейчас нам там за 50, скажем так, а тогда было и до 40. В 90-х отрасль связи развивалась стремительно. Предстояло найти коллективу место в новых условиях, обеспечить и заказы, и их оплату. Он сумел работу так наладить, что у нас даже в перерыве, перерывов в зарплате у людей не было. Это было время, когда в российской связи происходила смена поколений. Медь менялась на оптику, аналог на цифру. Целые линейки оборудования можно было сдавать в музей. Предстояло модернизировать российские сети, интегрируя в них самое современное, незнакомое прежде оборудование и технологии. Все это требовало разработки проектов. Надо было очень быстро и адекватно отвечать на эти запросы, когда в 90-е годы хлынул вот этот поток нового в технологиях. Новые технологии, новое оборудование нужно было увязать с нашим старым оборудованием. Вот, собственно, начались вот эти 90-е. Трудные, лихие, какие угодно их назвать. Для нас они были, они также были полны работы и боролись, 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 боролись. Но коллектив был, все равно не было таких каких-то центробежных сил, которые там разрывали институт. Хотя появлялись кооперативы, уходили люди, как-то вот что-то, все равно все это мы превращались в рыночную структуру. Ну, удалось вот выжить эти первые три года. Раньше в год в Советском Союзе вводили 4,5 междугородных телефонных станций. То за этот период, где-то за 8-9 лет, ввели 87 междугородных телефонных станций. А это надо было подготовить документацию. Сначала технический проект, документация для строительства. Вот этим как раз занимался аппарат Асаа Петровича Вронца. Вронец это как раз такой вот хороший пример того, как человек, скажем, эффективный руководитель при социализме сумел перестроиться на новые условия жизни и работы. И я считаю, что одна из заслуг Вронца является то, что компания, в общем-то, с 91 по 98 год не умерла. Обратите внимание, в отрасли в это время умерло чуть не 70% компаний, которые были похожи на гиперсвязь. Ну, гиперсвязь сохранилась. Она сохранилась, наверное, в силу того, что мы задались такой стратегией, что гиперсвязь должна остаться в отрасли. В 1994-м Александр Вронец становится заместителем министра связи России. Он курирует всю электросвязь страны. Его специально пригласили, потому как этот человек, который знает системы развития, будем говорить, это незаменимый был человек. И вот я помню, его назначили, он представился. Сижу в кабинете, что-то там такое делаю по работе. Звонок от него. Тамара, зайди, пожалуйста, помоги мне там разобраться в каком-то вот документе нормативном, что еще, говорит, не очень так вот вхожу в дело. Ну, что ж, мне было приятно помочь ему понять вообще такую вот работу чиновника, работу над нормативными актами. Первая задача – создание новой структуры, Россвязь надзора. Не менее важно – разработка с нуля системы сертификации оборудования огромным потоком хунувшего в страну. Каждый день какие-то задачи, каждый день вопросы. Экономика трудная, денег нет, взаимовязка. Тогда был чемпионат мира какой-то по футболу. В Америке тогда, да. Картинка идет, голоса нет. Все это в министерство. А все это за счет того, что вот это вот такое составное оборудование, оно не всегда было даже понятно тем, кто его эксплуатировал. Он спокойно, ясно и понятно проводил политику министерства. И это дало определенный эффект, потому что замминистра эта работа не очень легкая, но он это решал профессионально, легко и понятно для окружающих. Еще одна масштабная работа в министерский период. К концу 1994-го было практически подготовлено создание холдинга «Связьинвест», объединившего региональных операторов. Проект, который дал новый импульс развитию электросвязи в стране. Самое-то главное, то что этот человек понимал, что такое связь, он же пришел из гипросвязи, он проектировал связь. Он знал, что это такое, как это построено, построение сетей связи. Поэтому тут как раз, как профессионал, это, конечно, человек высочайшего качества, так профессионального. Его трудно не заметить. И вот он, конечно, был хорош, интересен, молодой замминистра. И, в общем-то, деятельность его всегда вызывала безмерное уважение. Я считаю, министерство – это колоссальная школа. Это еще один уровень взаимодействия уже на большой территории. Для меня это было, я благодарен всем, с кем я провел время в министерстве. Безусловно, Леон Борисович и школа Булгака такая. Безусловно, это вся линейка заместителей министра. Вот там радио до почты – это все, безусловно. Но, по своим ощущениям, я все-таки был человек конкретного труда. Через год работы заместителем министра Александр Вронец возвращается в кабинет гендиректора гипросвязи. Институт становится акционерным обществом в структуре связи инвеста. Начинается новый этап развития на новых экономических условиях. Генеральный директор теперь должен действовать в жестких условиях рынка. Мы уже как соисполнители работали, мы сидели за столом в общем совещании, мы обсуждали совершенно уже оперативную работу. В общем, в очередной раз я убедилась – замечательный человек, очень профессиональный. Изменилась структура, из филиалов выжили сильнейшие. Но сохранился костяк коллектива, заказы и ведущие позиции в отрасли. Приезжал в гипросвязь, хоть и огромное здание, большая территория, но там чувствовал, что вот такая в хорошем смысле семья проектировщиков, которым есть где отдохнуть, есть где заняться спортом, есть где хорошо перекусить. И на работу ходили как на праздник. Гипросвязь, безусловно, это люди. В проектировании там нет станков замысловатых, там нет огромных цехов. Это столы, люди и отношения между людьми. Какие люди? Это же вообще были такие гиганты люди. Вот сейчас я смотрю в профессии. Это были сильнейшие в профессии. Это были самые, я не знаю, нацеленные на результат. 1998. Два ключевых события. Александр Вронец защищает кандидатскую диссертацию и становится первым заместителем генерального директора ОАО «Система Телеком». Задача – оптимизация управления телекоммуникационными активами системы. МГТС, МТС, Камстар, Телмос. Вот много чего есть, а как это вот все должно работать, взаимодействовать, управляться, куда двигаться, вот в этом надо и разобраться. Как это будет жить, как этим управлять, как этим эффективно управлять, чем это вообще соединяется. Сама постановка вопроса для меня была интересна. И она была, я думаю, интересна не только для меня, а для любого человека, который в этом бизнесе сидел. Все-таки «Система Телеком» – это такая особая касса, каста, мощная такая денежная организация, где как бы народ, он, в общем, начинает себя чувствовать небожителями. Но вот чего не случилось, кстати, с Александром Петровичем. Пожалуй, самое главное достижение тех лет – активное строительство федеральной сети ОАО «МТС». В 2000-м МТС выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В это время Александр Вронец – председатель Совета директоров МТС. Система «Телеком» стала одним из крупнейших холдингов в России. И даже сейчас можно наблюдать, как успешно работают предприятия, особенно МТС. Как раз Александр Петрович Вронец и был у основания образования МТС, входил в состав Совета директоров, выводил МТС на биржу. В общем, заслуги его формирования МТС, как крупнейшего оператора России, я считаю, просто огромны. При его непосредственном участии решена и главная стратегическая задача. Ресурсы нескольких компаний системы объединились под крышей двух мегабрендов – МТС и МГТС. Вот я очень счастлив, что мне довелось участвовать вот в этом процессе такой миграции от разрозненных, нарождающихся бизнесов к вот такому структурированному, хорошо организованному. Нацеленность на результат в системе «Телеком» была самая главная задача и самая главная цель – дать результат не сегодняшний, а завтрашний. И вот это удалось. Одно время он работал в интересной такой организации, называется «Интеллект-телеком». Мы из огромной массы, тысячи инноваций в области телекоммуникации, информационных технологий, различной аппаратуры, различных терминалов выбирали наиболее актуальные, наиболее приоритетные, перспективные, чтобы на рынок инновации вышли и были востребованы, и дали большой эффект операторам. Я стал задумываться вообще о каких-то новых задачах, которые можно было решать, уже имея этот опыт. Первой задачей была помощь все той же гипросвязи. Период у института был непростой. Сменилась команда, и опытный проектировщик Вронец мог дать весомые и важные советы. Какой же тренд развития выбрать? Когда он был советником гипросвязи, не было и речи о том, чтобы сдавать какие-то помещения в аренду. Наоборот, высвобождались помещения, набирались профильные специалисты, набиралась команда, и были достаточно большие и крупные, можно сказать, проекты. Если на сегодняшний день мы, ну даже по Москве, посмотрим самостоятельные проектные организации, они, руководители этих организаций, все выходцы с института гипросвязи. Причем выходцы как раз люди те, которые работали непосредственно с Александром Петровичем. Вы знаете, это Большаков Евгений Викторович, который потом сменил Александр Петрович. Вообще во многом у нас судьбы похожи, как я считаю. После института он пришел в гипросвязь, он тоже с инженеров до генерального директора. Он, я возглавлял комсомольскую организацию, он профсоюзную. И, в общем, вот так мы по жизни, как мой младший товарищ, младший по возрасту товарищ, но вот он вот такой тоже, вот как бы по жизни мы прошли практически параллельным путем. Проектная работа в отрасли остро нуждалась в реформах, прежде всего в развитии саморегулирования. По прошествии буквально месяца я оказался в гуще событий, связанных с организацией саморегулирования в проектировании. Стал входить в эту рабочую группу, такая инициативная группа была. И уже через 2-3 месяца мы сформировали вот эту компанию, саморегулированную организацию, некоммерческое партнерство проекта «Связь Тереком», которую я и возглавил. Когда вот встал вопрос, кто должен возглавить вот такое некоммерческое партнерство, конечно, мы вот все единогласно сошлись на том, что это должен быть вронец. Сегодня в партнерстве 260 проектных организаций отрасли по всей стране. Наша организация выдает свидетельства о праве на виды работ, по которым праве работать проектные организации. Также саморегулированная организация, она разрабатывает стандарты, которые и определяют правила участников рынка. Компания действительно молодая, и нужно отдать ей должное. Она быстро себя нашла в отрасли связи. И, наверное, повезло этой организации в той части, что ее возглавил Александр Петрович Вронец. Александр Вронец работает и в Национальном объединении проектировщиков. Коллеги и партнеры вместе вырабатывают стратегию развития проектного дела в России до 2020 года. Появилось понятие негосударственной экспертизы. По инициативе нашего саморегулированной нашей организации была создана негосударственная экспертиза «Эксперт-Телеком». Она уже заявила о себе на рынке. Законодатель, но государственная, негосударственная, приравненная в права. Это тоже новый процесс такой в области строительства и проектирования. Процесс в России. К моему большому удовольствию мы какой-то частью этого процесса являемся. Я думаю, что с учетом опыта работы Александра Петровича, все эти вопросы, которые возникают как в стратегическом, так и в тактическом плане, они будут, несомненно, решены. Огромная пунктуальность. Он не терпел чиновнических игр. Он не терпел каких-то игр, которые были направлены на то, чтобы ему было непонятно. Он создавал определенную среду для того, чтобы продвигать систему реформ, которая была достаточно прозрачной. Прекрасно знает те отзывы, которые передаются нам по наследству от сотрудников гипросвязи. Это прекрасный руководитель, прежде всего думающий, умный, грамотный и очень деликатный человек. С ним очень приятно работать, могу сказать. Многими коллективами довелось руководить Александру Петровичу за долгие годы. В 1977-м, на следующий год после институтского выпуска, был создан, пожалуй, самый главный для него коллектив, где он бессменный руководитель и непререкаемый авторитет. Познакомились с Сашей. Мы учились вместе в институте. А вот я говорю, после четвертого курса мы просто встретились внизу, около гардероба. Он свободен, я свободен. Мы просто простояли три часа, проговорили, и все. После этого начались свидания. То есть, вот просто стояли, разговаривали обо всем, уже не помня о чем. То есть, как будто бы нужно было рассказать столько всего. И после этого начали встречаться уже. И через год после уже окончания института, значит, мы уже расписались и поженились. После института, да, да. А тогда мало. Вот в то время как-то не особенно браки были в институте. Их не так много есть. Ну, как-то в институте зарплаты нет, ты не работаешь, ты еще не самостоятельно. Вот как-то тогда это не было понятно, как это вообще, как строить жизнь. Первый подарок меня очень тронул, когда мы еще встречались, осенью мы с ним начали. А 8 марта он меня провожал, и вдруг стоит из портфеля. Вот это сделано своими руками. Вот эту подделку деревянную, такой профиль, мне сразу он был почему-то похож на Спартака, потому что такой какой-то мужественный профиль. На доске вырел сам. То есть, это было настолько приятно, и я его сразу повесила у себя на стеночке. Я его вырезал и подарил в 76-м году, 8 марта, своей девушке. Девушку звали Лена. Теперь это девушка Лена Владимировна, моя супруга. Вот так получилось. В общем, подарив эту маску, я ее потом обрел второй раз. И вот она у нас в доме. А вот фотография. Ты ее видел или не видел? Смотри, вот это я, вот это Лена. Когда мы закончили институт связи, то что-то собрались во дворе. Пятачков, что ли? Нет, это вообще не наша группа. Это группа Ленина. Это я оказался чужой в этой группе. И вот эта девочка, да? Вот эта, вот эта девочка. Просто выше перед институтом мы говорим, ну как же, ведь раньше были все время, при выпуске фотографировались. Пошли все дружно фото это от Ильи. Как вы сказали, снимите, сделайте нам вот такую фотографию. И у нас не полностью группа. Это не полностью группа, это только был. Вот я и Лена попали, мы даже рядом. Тогда мы не были женаты, мы поженились только через год. Большое счастье. Вообще, я, конечно, очень благодарна судьбе, что встретилась, что он обратил на меня внимание, что вот так сложилось. И что я пришла в этот институт, потому что я думала, что мы, может быть, не встретились. Вот, и что вот по жизни мы вместе столько лет. Вот нам в этом году 35. Как он только едет сюда, в родительский дом, я обязательно приезжаю, мы обязательно общаемся, мы не можем наговориться. Ну, такое вот ощущение брата, оно в такой родной кровушке, оно как-то существует. Уже три года семья Александра Петровича приезжает сюда в собственный дом, построенный, по сути, своими руками. Очень были поражены даже те, кто здесь работал, строители, там, специалисты по вентиляции. Потому что со всеми разговоры вообще просто практически на равных. Мог найти, если какая-то неисправность или проблема, вплоть до того, что мог предложить решение. И супруга очень активно этим занималась. И я принимал участие, друзья принимали участие, которые давали всякие рекомендации, советы по подсредству дома. Ну, вот, собственно, теперь мы здесь живем. А еще здесь всегда рады встретить и многочисленных друзей, и детей, и внуков. В общем, всю многочисленную родню. У него наш вуз и наш факультет закончили, и его дети, и племянник учился. Проблем никаких с учебой не было. Контроль со стороны отца был. У них тоже все хорошо. И в семейном плане, и в плане профессионального роста. Ну, хорошие, талантливые, так сказать, люди. Я всегда ощущал себя, как человек из династии связиста. Ну, с какого-то определенного момента, с какого-то сознательного возраста. У меня есть внутренний гордый за то, что делал отец. Для меня всегда был примером. Было и остается авторитетом. Была в помощь братам такая игрушетейская мудрость, которую всегда отец старался привносить в нашу братам жизнь. Всегда давал советы, всегда был камошником, всегда был для нас образцом. Ну, это, конечно, волевой очень человек, но с сильным характером. То есть мне бы, наверное, хотелось, чтобы мои дети были с таким характером. В семье он очень добрый, мягкий человек на работе. Я знаю его со стороны, то есть тоже столкнулась. Я знаю, что там, конечно, спуску не будет. Вот. Но в семье все абсолютно по-другому. Сергеев Посад, малая родина. Здесь все такое родное и такое близкое. Здесь всегда была особая аура, уже 230 лет. И здесь многое осталось, как в детстве. Эти фрески – это новые. А когда мы в детстве сюда ходили, они были очень старые. И даже вытерты в тех местах, где прихожане прикладывались к этим фрескам. Потому что это вот житие Сергея Радонежского. А сюжеты те же. Вот этот сюжет про медведя, который его не тронул. Вот там сюжет, когда монах, не закончив дело, не пошел обедать, а сказал, закончу дело, тогда буду обедать. Вот там исцеление больного. Вот это все я помню с детства, только они обновлены. Вообще удивительно, фрески новые, но уже теперь они кажутся довольно такими поздними, старыми. А когда-то на этом месте действительно были старые фрески. Вытертые, немножко изношеные. В родных краях именитому земляку всегда рады. Здесь его помнят, уважают и ждут. Галина Васильевна, здрасте. Здравствуйте. Вообще я даже ехал сюда и даже думал, вообще, думал, увижу вас обязательно. Хотя заранее не говорили. Галина Васильевна живет здесь, рядом. Учительский дом здесь. Галина Васильевна, ну как вы? Ну ничего, ходите самостоятельно в магазин. Да, держусь. Не знаю на чем, но держусь. Надо держаться, Галина Васильевна. На энтузиазме. Галина Алексеевна – это старейший преподаватель этой школы. Да. Буквально с нуля, с первого дня. Открытие. Да, с открытия этой школы. Ко мне очень часто приходят люди смотреть. Ну, покупать работу или просто смотреть. Вот. И он очень тонко отмечает то, что вот на работах. Очень тонко. Я даже так восхитилась и думаю, откуда это у него? Просто профессия совершенно не связанная так с искусством. А вот очень тонко подмечает то, что в картинах. Философствует, объясняет, разъясняет. Я так с удивлением смотрю. Наталья смело работает с красками. Но она передает не как бы такое прямое восприятие, и натуральное восприятие. Она создает свое отношение к этому цвету, к небу, к этому, к морю. И создает впечатление, которое передает самому, кто смотрит. Вот небо, солнце, свет. Какой-то даже такой добрый подход, доброе отношение ко всему, что вижу. Или даже не вижу, а представляю себе. Она просто представляет себе. Вот так и так делает. И вот интересно так получается. Ну, как друг, друг он и есть друг. Это человек, который может оказать помощь и моральную поддержку, если нужно материальную, и подсказать, и направить, если у него спрашиваешь совет. Он отличается еще тем, что он очень интеллигентный. Это человек, с которым можно говорить на любую тему. О поэзии, о спектаклях каких-то, о операх, которые проходят в Вене. Это очень интересный человек. В здании «Альма-Матер», тогда МАИСа, а ныне МТУСИ, Московского технического университета связи и информатики, Александр Вронец впервые появился больше 40 лет назад. С тех пор бывает здесь постоянно. И не только для работы с дипломниками, председательства в экзаменационной комиссии или партнерских переговоров. Он всегда помнил, в отличие от многих чиновников, которые забывают «Альма-Матер», он помогал всем, чем он мог. Мы находимся в том крыле университета, которое в 1991 году, здесь был довольно серьезный пожар, и вот одно крыло практически полностью сгорело, и приходилось его восстанавливать буквально из руин. Помощи бюджетных денег было очень мало, и поэтому все это организовывалось за счет спонсорской помощи, за счет, так сказать, организации, с которыми мы работаем. Вот много организаций, я не хочу сказать, что, так сказать, гипросвязь в лице Петровича были единственными, но его, так сказать, помощь, она была, так сказать, неоценима. Он всегда был очень доступен, он всегда был готов обсуждать какие-то интересные идеи, и он всегда старался с любой позиции оказывать поддержку университета, в том числе и материальную поддержку, что тоже немаловажно. Мы никогда не теряли контакт с институтом, я приезжал сюда, мои коллеги сюда приезжали, работали в таких же экзаменационных комиссиях. Сегодня даже вот в аудиториях этого нашего института можно увидеть некий наш вклад, и материальный в том числе. Наши руководители отдела приезжали сюда и работали со студентом, как правило, вот на той фазе подготовки и защиты дипломов. Были руководителями дипломов и работали в комиссиях по защите дипломов. Он спортсмен прекрасный, что у него много друзей в большом спорте. Александр Петрович Вронец, горжусь тем, что могу считать его своим другом. Сергей Александрович Селиванов, мой очень большой друг, он говорит, что есть вот гипросвязь, где директором гипросвязи был Александр Петрович Вронец. И как-то говорит, вот давай подъедем туда, познакомимся. Поехали в гипросвязь, сразу попали на тренировку. И что меня поразило, что это люди играли во все виды спорта. Вот начиная от настольного тенниса, мы играли в футбол, мы играли в баскетбол. Александр Петрович очень известный в наших кругах спортсмен. Соревновались мы с ним очень серьезно на спортивных аренах. Я возглавлял сборную команду Ростелекома, а он гипросвязи. И сражались не на жизнь, а на смерть. Александр Вронец – спортсмен разносторонний. Шахматы, теннис, футбол, горные лыжи. Кстати, недавно он закончил курс тренировок для внучки Арины. И сейчас она смело собирается в горы, конечно, с родителями. Но, пожалуй, его главная спортивная симпатия отдана баскетболу. В институте играл за факультет. К сожалению, мало было времени для тренировок. После института просто уже как любитель. Скорее всего, выиграет та команда, в которую он будет играть. Ну, потому что у него есть рост, напор и такая некая спортивная злость. И, да, жажда победы. Гораздо приятнее, когда ты играешь с ним в одной команде. Ты знаешь, что человек заряжен на победу. Что человек себя отдает целиком игре. Что человек не боится конфликтов. И большей частью выходит из этих конфликтов победителем. Характер человека очень ярко проявляется на площадке баскетбольной. И Александр Петрович, он был очень надежным партнером. Можно было совершенно спокойно пропускать на него своего игрока. И быть уверенным в том, что он поможет. Здесь, в Темирязевской спортшколе, тренируются будущие мастера баскетбола. Ребенок его рос в нашей спортивной школе. Выпустился из нашей спортивной школы сын. Помогаем им, помогали строить. В общем, это все интересно. Хочется тоже помочь кому-то, может быть. И смотришь на этих ребят. Они совершенно в других условиях. И учатся, и тренируются. И радуются за этих ребят, что у них есть такая возможность. Нас объединила одна общая идея. Когда мы создавали на базе нашей спортивной школы, ну вот решили, молодые тогда были, команду мастеров. Из выпускников нашей спортивной школы решили. Александр Петрович был тем человеком, который вообще любит спорт. И любит баскетбол, в частности. И он увлекся этой идеей. Первой командой выпускников Тимирязевской был «Спартак». А затем был создан баскетбольный клуб «Химки». Одна из лучших команд России. Тоже во многом детища Александра Вронца. Уже как спортивного организатора. Нам посчастливилось, и мне в том числе, быть среди участников, среди людей, которые его сформировали. Десять, уж теперь, наверное, двенадцать лет тому назад. И вот он сегодня один из лучших клубов страны. У него даже специальная форма есть этого клуба, там, с его номером и фамилией. Потому что, когда мы стали создавать команду, очень был тяжелый момент. И я, честно говоря, чтобы ее сделать, обратился к нему. Познакомился, мы сели, поговорили. И, честно говорю, что вот получился такой момент, который вот связал вот это все. И команду, и его вот гипросвязь. И мы очень много лет, у нас на майках был логотип гипросвязи. Без него бы не состоялась эта команда, она просто не состоялась, просто бы ее не было. Вот. Ну, с его помощью, я считаю, что все-таки баскетбольный клуб «Химки», он заиграл. Александр Петрович принимал активное участие во всех наших начинаниях. Да, и его заслуга в образовании этого клуба и существовании тоже очень велика. Александр Петрович Вронец. Инженер, проектировщик, руководитель, организатор, во многом определивший сегодняшний день российской связи. Добрый товарищ и надежный друг, счастливый отец и дед, глава большой и дружной семьи. Многое сделано. Многое делается сегодня под его руководством в одной из самых авторитетных организаций российской связи. Не меньше еще предстоит сделать. Рядом единомышленники, коллеги, товарищи и друзья. Итоги подводить категорически рано. Главное еще впереди. Быть полезным, нужным, быть в каком-то деле, в котором ты можешь что-то сделать. На все надо смотреть с оптимизмом. Вот видеть, как это говорят, стакан до половины наполненный, а не до половины пустой. Всегда есть возможность себя реализовать, помочь кому-то, чью-то помощь себя впитать. Находясь на каком-то месте, искать для себя интересные события, там, где ты находишься. И они придут. Просто идти, идти дальше. Надо смотреть только вперед и заботиться о настоящем.